Исследовательская компания Пикадея накануне провела опрос, отмечает ли россияне День Святого Валентина и сколько готовы потратить на подарки, а также составила список самых желанных и неудачных презентов. Итак, 62% отмечают праздник. Они в среднем готовы потратить на подарок 4229 рублей, причем расходы женщин значительно скромнее, чем мужчин. При этом прекрасная половина человечества мечтает о драгоценностях, цветах и нижнем белье. И меньше всего жаждут получить мягкую игрушку, сладости или бытовую технику. Мужчины же не против одежды, денег и парфюма. Список самых неудачных подарков возглавляют мягкие игрушки, цветы и сладости. Мы провели собственное исследование и из 300 опрошенных почти 60% вообще не считают этот день за праздник. На втором месте оказались те, кто еще не нашел вторую половинку. 11% праздник отмечают, но без подарков и только 8% воодушевлены 14 февраля. Кто-то сходится во мнении, что День Святого Валентина от лукавого и в России есть собственный праздник – День Любви, Семьи и Верности, иначе Петра и Февронии. Несмотря на то, что он был официально принят только в 2008 году, 8 июля для многих знаковый день. Люди, которые встретились нам на улице, не собираются оставлять без внимания 14 февраля. Отмечаете? Да, конечно. А какие подарки дарите друг другу? Разные. Ну, смартфон, наверное, тот год подарил. Ну, завтра решим утром, а вообще нет. На работе отмечаем. А подарки дарите друг другу? Конечно, вот пошли за подарками. А что будете дарить? Мы выбирать будем. Ну, это сюрприз. Пока еще, да. Для нее сюрприз, но я уже придумал подарок. Ну, не с утра, я работаю. Вечером ближе? Да, вечером пойдем в кинотеатр. Девушек свои будете поздравлять? Да, своих жен, конечно. С жен, девушек. А что дарить будете? Цветы и подарки? Цветы и новый айфон. А что дарить друг другу собираетесь? Подарки. А в прошлом году что дарили? Даже не помню. Валентинки? Пончики. Несмотря на такой мороз на улице, люди продолжают любить друг друга. И мы вам желаем любить и быть любимыми. Дмитрий Шабуров, Дмитрий Тихонов, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курганру.